С вами программа «Модный приговор» на Первом канале и Алексей Хворостян. Завтра вся страна будет отмечать День Защитника Отечества. Ну а какой самый лучший подарок для мужчины? Конечно же, красивая женщина. Заседание модного суда я объявляю открытым, а вас, Алексей, я попрошу остаться с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Кроме черных брюк, ей не подходит. Пронеся свою любовь через всю жизнь, Сергей мечтает, чтобы его ненаглядная русалка Иришка была счастлива. Тем более, через неделю у нее юбилей – 60 лет. Модный суд приведет в исполнение пожелания настоящего полковника и вернет супруги в канун 23 февраля былой лоск. Мне опять нечего одеть. Ну ты хоть что-нибудь выбрала из нарядов. Ну что, в этом не идешь? Мне ничего не подходит. Ну неужели из этого всего хоть что-нибудь нельзя выбрать? Мама, ты прекрасна во всем. Пойдем. А что мне делать, если мне платье не подходит, юбка не подходит? Вообще никуда не пойду. Что, опять никуда не идем? Сегодня мы слушаем дело о том, как русалка своего мужа в лешего превратила. Мой подопечный полковник в отставке Сергей Щебаченко заявляет, что его супруга, но ни в какую не подчиняется его приказам. Выглядит шикарно. А моя подзащитная, между прочим, капитан медицинской службы в запасе Ирина, не обязана по команде Шага Марш бежать в магазин. И сама вправе решать, как ей одеваться, наряжаться и прихорашиваться. Вот так я думаю. Ну, интересный поворот дела. Сергей, прошу вас, подойдите к трибуне. Уважаемый и самый справедливый модный суд в мире. Когда мы непосредственно пытаемся, я пытаюсь ее как бы одеть, то вы не представляете, насколько это сложно. Насколько это сложно. Мы практически побывали во всех магазинах, причем супер дорогих, супер брендовых Москвы. И нигде она не смогла одеться так, чтобы она была соответственно женой замечательной и красивой полковника. Вот в чем дело. Понимаете, она у нас пограничница. То есть, когда мы приходим в один магазин, там говорят до 52 размера. Приходим в другой магазин, там только после 60 и выше. Она не может ничего на 54 найти, правильно? Но я не верю. Есть масса брендов, которые делают на 54 размер. Вы не туда ходите? Нет, мы бывали во всех магазинах. Вот эту передачу смотрят продавцы, которые с ней работали. Они подтвердят. Кстати, я хочу передать им большой привет. Привет, продавцы! Пожелать им огромное здоровья. Бесконечного вселенского терпения. Вселенского терпения вам, продавцы, да. И чтобы таких покупателей, как Ирина, было как можно меньше. Почему? Ну что вы, что вы? Потому что больше надо, чтобы она покупала и покупала. Конечно, чтобы она могла иметь разнообразие. И, кстати, таких женщин очень немало. Огромное количество. Ирочка, встаньте, пожалуйста. Ирочка Яковенко. Ирочка, объясните суду, как вы мужа довели до модного приговора? Вы такая миленькая. Ну, на самом деле, в магазинах я себе не могу ничего подобрать. А где? На рынках находите, да? В магазинах. Покупаю брюки. Покупаю блузки. Случайно, да? Вот так попало и все? Да, попало. Где-то в переходике, да? Нет. Ну, и в магазинах. Но для того, чтобы мне выбрать одни брюки, мне нужно три часа потратить. Почему? Перемерить весь ассортимент. Потому что конструкции должны быть. Специальные, корпулентные женщины. Это особые женщины. Мне кажется, не такая уж корпулентная ваша супруга, Сергей. Наше дело называется «Русалка, которая превратила мужа в лешего». Я понимаю, лешие это вы. Уважаемый суд, я вам объясню. Значит, знак протеста. Чтобы она все-таки превратилась снова в женщину, с которой я познакомился, когда мы вступили с ней в брак. Это когда было? Сколько лет назад? Это было 33 года назад. А вы превратитесь в мужчину, каким вы были 33 года назад? Конечно, я как всегда был красавцем мужчиной. И остались таковым, да. Да, да, конечно. Так почему вы лешите? Потому что борода, не стрижусь. Знак протеста у вас борода? Да. Костюм в стиле бомж стал. Только из уважения к вам, уважаемый суд, я пришел сегодня в парадный выходной бомж в костюме. А русалка почему она? Я никак понять не могу. А русалка я вам расскажу. Потому что когда 33 года назад наши общие друзья Виктор и Ирина, кстати, им большой привет, надеюсь, они икаются. Витя, привет! Витя, привет! Витя, это из ванной. Витя, выплывает русалка. Белые, серебристые, светлые волосы. По, ну вы сами понимаете, по что? Вон, пожалуйста, на фотографии. С зелеными глазами. Ой, хорош, красотка. Венера, понимаете, запах русалки пахнет. Я там чуть со спула не упал. То есть что, тиной пахло? Время со с первого взгляда, да. И вот 33 года мы теперь вместе. Красавец. А мне нравится эта история. Красавец. А красивая история любви. Единственное, уважаемый суд, у меня только одна надежда на вас. Пожалуйста, привезите вещи Ирины Яковенко в студию. Вот, Эвелина, гардероб современной русалки. Пожалуйста, приступайте. Ну как-то, знаете, рука сразу тянется к тематическому. Сразу, понятно, морская капуста. Морская капуста и дно морское. Ну гардероб на самом деле объемный, знаете, такой, который называют добротный гардероб. Александр Александрович, я еще хочу добавить. Вот представьте себе, вот эта красивая женщина раскладывает по всей квартире весь свой гардероб из коллекции Ирины Яковенко, которая чуть-чуть меньше, чем у вас, Александр Александрович, извините. И в конечном итоге не выбирает ничего. И мы никуда не едем, потому что надеть нечего. Ну это сразу видно, надеть нечего. Абсолютно. Надеть нечего. Это большая проблема современной российской женщины. Нечего надеть и некуда повесить. Я вижу, что Петр, ваш сын, тянет руку активно, хочет высказаться. Будьте добры, расскажите свое мнение по этому поводу. Я хотел сказать, что в предыдущем костюме, который вы показывали, она, мама, была на моем выпускном. И она до сих пор, он находится в нашем замечательном шкафу, в котором очень много вещей. То есть это вот с того самого времени. Очень-очень давно. А вам сейчас сколько годков? 31. Понятно, да? Ваша честь, я ей всегда говорю, для того, чтобы появилась новая вещь, нужно от старых вещей избавиться. Правильно. Вот поэтому и не идут новые вещи. Ну здесь есть, знаете, кое-какие, которые выбрасывать не стоит. А сейчас это вообще... Симпатичная, прямо самая, что ни на есть трендовая штучка. Но, действительно, довольно много в гардеробе вашей жены вещей старомодных, которые легко можно оттуда уже бы и удалить. Ну и, конечно, обидно, что такая симпатичная женщина в такой счастливой семье не покупает вещи сегодняшнего дня. То есть не выглядит сообразно дню сегодняшнему, а хранит трогательные воспоминания о том, как было когда-то. Наверняка было хорошо, но ведь и сейчас неплохо, согласитесь. Прекрасно, и сын замечательный, и муж сама, чудесная женщина. Почему бы не сделать то, что требует сделать муж? Вы подумайте, это же просто мечта любой женщины на свете. Муж требует, наряжайся, дорогая жена, говорит, нет, и все тут. Спасибо большое. Вы саживайтесь, но я передаю слово народной артистке России Надежде Бабкиной. Сергей, а у меня в материалах дела сказано, что вас иногда называют подкаблучником. Почему? Да, вы знаете, некоторые товарищи в кавычках называют именно так. Но на это я им отвечаю анекдотом. Сидят лев и бык в баре и пьют, ну, мягко будем говорить, чай. Представляете? Все время звонит звонок льва. Лев поднимает, говорит, да, любимая, слушаю тебя, Котя, все понял, сейчас допью чай и через 5 секунд буду у тебя. Бык начинает говорить, ну что ты, лев, ты что, подкаблучник, что ли? Давай посидим, поговорим, попьем чай. А лев говорит, слушай, бык, ты тут не быкуй. Меня вызывает сама львица, к себе домой, а не какая-нибудь там корова. Ваша честь, вот клянусь, что именно история из жизни. Представьте себе, уважаемый суд, поздняя осень, теплая, вечер, закат солнца. Я приезжаю со службы, злой, голодный, без бороды, выхожу из автобуса в заднюю дверь, а из передней выходит женщина. И вдруг на закате солнца, лучи солнца проникают через ее почти прозрачное платье, подчеркивают фигуру Венеры. Я там в шоке, стою минут пять от этого эффекта, и потом принимаю командирское решение. Куда бы она ни пошла, я пойду за ней и подышу хотя бы воздухом рядом. Вот видите, какой аферист. Как аферист? Почему аферист? На женщин бросается в автобусе. К моему удивлению, эта женщина идет к тем группе тех домов, где я живу. Ну я обрадовался, это еще лучше, иду за ней. Еще лучше. Вдруг она идет прямо именно к моему дому, где я живу. Ну я немножко в шоке, но продолжаю, так сказать, за ней следовать. И не представь себе, она начинает заходить в мой подъезд. Но я там уже не выдержал голопом за ней, чтобы зайти вместе в этот подъезд. И представь себе, я тогда, я вам не сказал самое главное, когда я вышел, увидел вот эту красивую Венеру, там такую женщину, я подумал, о господи. Везет же людям, понимаете? И когда я забежал за ней в подъезд, я говорю, господи, оказывается, это я те люди, которым везет. Потому что это была моя жена. И это оказалась Ирина? Она, именно она. О, какая прелесть. Вот привелюсь вам, уважаемый суд. Вам срочно к офтальмологу нужны очки. Нужны? Понятно. Свою жену не признал в автобусе. Сзади, сзади. Ну а что, мне нравится вот эти... Сзади не признал. Сзади не признал? Нет, он знакомился снова, потому что шла красивая, очаровательная женщина. Не признал, ничего не признал. Одеваюсь быстро и галопом на работу к ней. Ну, подхожу, уже почти добежал к двери, открываю дверь с работы. И вдруг слышу метров где-то от 50 сзади крик. Сергей, Сергей, ты куда? Я оборачиваюсь. И, оказывается, подхожу, оказывается, это моя жена. То есть, настолько она стала такой незаметной, серой мышкой и неприметной, что я носом с ней пробежал и не узнал свою собственную жену. Нюх потерял. Нюх потерял. Потерял. Нюх потерял. Во-первых, было ростом. А сколько прошло, Сергей, а сколько прошло по времени между двумя этими случаями? Ну, прошло где-то лет 10. Боже мой, какие превращения. Это очень грустно и печально, если честно. Но многое зависит от мужа. Значит, столько внимания он ей уделял, что она превратилась в серую мышку. Сергей, присаживайтесь, пожалуйста, на свое место. А я приглашаю к трибуне обвиняемую Ирину Яковенко. Пожалуйста. Идите продолжение этой истории. И не пропустите. Будьте с нами. Будет очень интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, как русалка своего мужа в лешего превратила. Вот Ира. Обида на него, если честно? Да, ну, в принципе... А за что, Ира, вот на него обижаешься? Всю жизнь, всю жизнь он был на работе, на службе. Не уделял внимания достаточно. Все обязанности были на мне. И если я предъявляла какие-то претензии, он говорил, а что ты хочешь? Я служу Родине. И я всегда была на втором плане. А потом, в последнее время, он вообще превратил меня в прораба, который занимается стройкой, который ездит, покупает на рынок кирпичи. И когда мы едем к рабочим, он всю дорогу мне рассказывает, как ты должна их поругать, как ты должна, что ты им должна сказать. И в итоге... Короче, командует, как ты должна построить, что привести, проконтролировать. Да, в итоге он молчит. Приходит, приходит и очень хороший у нас хозяин, а вот хозяйка сволочь, потому что она загнет трехэтажным матом, построит всех рабочих и скажет, что нужно было сделать так или это. А потом... Извините, если я еду на рынок... Прости, пожалуйста, а кто ты по званию? Капитан. А должна быть генералом? По сути, да. Правильно. По сути, сто процентов. Я согласна. Ну и что дальше? А потом, если я, извините, на грузовой машине везу кирпич, я что, поеду в юбке? Я, конечно, одеваю брюки. Или там какие-то трубы тащить. Ой, Боже. По рынку. Поэтому, когда у меня спрашивают, а кем ты была в прошлой жизни, мужчиной или женщиной? Вы знаете, я отвечаю, я была лошадью. А какие у вас сейчас отношения? Ну вот, если мы не берем одежду, вот просто взаимоотношения у вас какие? Ну, раньше у нас были такие отношения... Трепетные? Страстные. Трепетные, страстные. Да. А сейчас? Ну, а сейчас уже постарели. Теперь уже я воспринимаю его как брата. О! Мне его жалко становится, он начинает нервничать, сидит в магазинах по три часа со мной, глотает валидол, приходит домой, пьет там настойки пустырника. Но я же доктор, я понимаю, что это может закончиться плачевно. Конечно. И потом мне еще ухаживать за ним. Он мне постоянно говорит, не нравится, пиши заявление. Да? Да. А я говорю, знаешь, дорогой мой, ты взял меня молодую, красивую, стройную, попользовался, превратил в старуху. Теперь довольствуюсь тем, что есть. И это те в наказание. Вот молодец какая. Сергей, а известно, что в принципе вот в такой ситуации донашивать надо друг друга? Я вам открою секрет. Это секретные военные маневры. Ну, конечно, секретные. Первый способ защиты, это нападение. Я ее очень люблю. Вы ее научили этому способу, да? Вы поймите, если бы я ее не любил, разве можно такой трудной женщине жить 33 года? И поэтому мои высказывания, если не нравится на развод, это чисто в маневре, чтобы сохранить семью и любовь. Дорогой, а у меня написано, Сергей, подкаблучник. Тык-тык-тык. А потом, знаете, была такая... А что это за история, когда ты собралась с ним разводиться, а он на войну сбег? Была такая ситуация, когда его назначили начальником отдела, и у него в подчинении было 18 женщин. О-о-о. Он... Увлекся. Нет, отдел как павлин распустил хвост. Задерживался, поздно приходил, постоянно предъявлял мне претензии. Ага. Ну, мне это все надоело, я собрала чемодан и говорю, все, свободен, отдыхай. Прошло два дня, он пришел и показывает мне рапорт о том, что его отправляют в страну, в которой в тот момент шла война. И на три года он уехал туда. Хочу сказать честно, что когда он туда уехал... Сердце жим-жим. Да. Я стала писать ему трепетные письма. И вообще, честно говоря, у меня было такое ощущение, как будто у меня оторвали руку или ногу. То есть я очень скучала и... Ну... Любили вы его. Она и сейчас его любит. И тут она поняла, что это... Вот это все пустое и всякая мелочь, да? Водички принеси. Принеси, Саша. Ну, пока. Что это и есть настоящая жизнь человеческая. Это и есть любовь. Девочка моя, бедная. Спасибо. Платуч. Спасибо. Попейте водички, а. Надежда, я отвечу. Они такие подлецы, вообще, эти мужчины, я вас понимаю. В каждой семье есть отличие периоды. В каждом дому по кому, Сергей? Возрастание чувств. Да, да. То погаснет чувство, понимаете. Мы вместе. Ну, друзья мои, 33 года вы вместе, Сергей. Правильно. Ровно 30 лет и 3 года. Вот у Пушкина так написано. Да, вот именно. Жил старый. Не просто, Надежда, вот вы говорите, вы рыба, да? Вот она тоже рыба, а я водолей. А где, кому еще не быть, водолея и рыба вместе? Да, естественно, естественно. Ну, так вот, водолей сидит, вот она слезу пускает. Подойди, обними. Да. Вот и водолей. Водолей. Эх, солдат, старый солдат, не знаешь слов любви. Чем сказать, рыбочка моя. Рыбочка моя. Рыбочка моя. Ура. Я вам больше скажу, я теперь пускаю слезу по всем праздникам. Потому что я умоляю его пойти подстричься и сбрить бороду. Он это делает. А он тебя переодеться привел. Ваша честь, я добился своего результата. Она здесь? Да. Хотя это фантастика. Это фантастика. Наши дела. Борода сработала. Борода. Старика хата обычно. Ирина, а может причина всего того, что мы сегодня здесь обсуждаем, в большей степени белый халат, нежели ваш муж со всеми его достоинствами и недостатками? Ну, это тоже накладывает свой отпечаток. Потому что на работе я постоянно нахожусь в халате, либо в медицинском костюме. А уж добежать до работы, в чем я туда пошла? Никто этого не видит. Переоделась и опять в халате. Поэтому, может быть, это тоже накладывает свой отпечаток. Хотя иногда, когда проблема, в общем, начинается в том, когда мы собираемся идти куда-то в гости. И тогда я начинаю вытаскивать все вещи, все примерять. Мне ничего не нравится, ничего не подходит. И в итоге получается так, что у меня портится настроение, и мы можем вообще никуда не пойти. А не нравится и не подходит, почему? Потому что все вещи старые, вы привыкли к определенному контуру этих вещей, новый объем вам не нравится, и эти вещи, которые раньше украшали сегодня, уже украшают не так, как хотелось бы, так? Да нет, есть даже новые вещи, новые вещи, но они либо не соответствуют случаю, либо, допустим, как-то... Плохо сидят. Плохо сидят. Вот об этом Велина и говорит. А может быть, не компонуются, может, вещь сама по себе и хорошая, например, кофточка, а юбочку мне никак найти невозможно, так? Ну, юбочку я последнее время уже не ношу, я практически все время хожу в брюках, потому что, ну, и ноги мне не нравятся. А мне нравятся ваши ножки. А вы оттуда идите. А я видел фотографии. Ваша честь, решите добавлю, вот, самый главный момент, вот, на вопрос о Евелины. Вы знаете, самое страшное, что произошло, Ирина, вот, последние 10 лет, как бы, перестала, как бы, воспринимать и одевать ту одежду, которая наиболее характерна для нее. Женское платье, женские юбки и так далее. То есть, произошло, уважаемый суд, самое страшное, Ирина потеряла в себе женщину. А, какая потеря большая. Это ужасная потеря, понимаете, поэтому она не может ничего одеть, не может ничего подобрать, ходит в брюках. А ходит в брюках, бесцветные футболки и все. Скажите, пожалуйста, а вот самые запомнившиеся ваши платья, юбки, кофточки прошлого, они какие? Как они выглядят? Что это было? Ну, они были все длинные, практически до пола, но как-то почему-то я всегда старалась спрятать ноги. Носить платье в пол. То есть, не любовь к своим ногам, у вас история не новая. Вы почему-то никогда их не жаловали, старались их спрятать. Ну, наверное. С чем это было связано? С тем, что вы жили в гарнизоне, и там солдаты все время зыркали, им все время казалось, что у вас ноги-то очень красивые, в отличие от вас самой. Или с тем, что вы действительно несправедливы к себе? Ну, может быть, мне хотелось выглядеть скромнее, не показывать свои ноги всем подряд. Так может быть, ноги были слишком красивыми, поэтому вы их прятали? Конечно. Посмотрим. Ваша честь, я хочу добавить, что вот когда Ирина не может выбрать себе одежду, я ей всегда говорю, Ирина, любовь моя, красивую женщину не испортит никакая одежда. Даже в мужской одежде красивая женщина будет красива. Спасибо большое. Я тебя люблю в любой одежде, даже больше всего люблю без. Поэтому, между нами, девочки, мы говорим, не случайно, там даже дворяне в России женились на крестьянках. Представьте, в каких одеждах были крестьянки. Но элита России выбиралась в бежонную. Поэтому я прошу модный суд, чтобы вы объяснили, что она в любом возрасте, в любой одежде, она красива, волшебная русалка, которой мечтают все, в том числе и я. Садитесь, садитесь, мы переоденем, мы справимся. Я еще хотела добавить. Да, что? Иногда бывают такие вещи, которые мне понравились. Но я смотрю на ценник, а у меня стройка. Кусается. И я сразу, у меня в голове идет пересчет. На эти деньги, сколько могу я купить кирпичей? Сколько кирпичей, да. И кафеля. Или кафеля, да. И я посмотрю на эту кофточку и думаю, да ладно, обойдусь я без нее. Лучше я куплю полподдона кирпича, еще одну стену построю. То есть вы чуточку еще и экономите на себе? Ира, Сергей прав. Пора вас возвращать к женщине. Спасибо большое, Надежда. Я хочу напомнить, что на нашем официальном сайте модный.тв вы можете задать свои видео-вопросы, и мы лично на них ответим. А вы, Ирина, отправляйтесь в магазин и подберите себе три комплекта одежды, согласно нашим заданиям. Ждем вас, Ирина. А вы, дорогие телезрители, не переключайтесь, будьте с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Слушается дело о том, как русалка своего мужа в лешего превратила. Ирина Яковенко побывала в магазине, но там случилось предсказуемое. Она устроила истерику. Ваша честь, я по-честному остался на подземном паркинге, чтобы она самостоятельно провела закупку своих вещей. Но когда я услышал ее истерический слезный стон такой, когда на весь гипермаркет, я пулей пешком без лифта поднялся на верхний этаж. И представь себе картину, вся примерочная заставлена стеллажами с одеждой, никого нет там, кроме нее. Все продавцы, которые есть у них, бегают назад-вперед. И она в слезах полураздетая. Говорит, все, уезжаем, я ничего не куплю, ничего мне здесь не нравится, ничего мне здесь не подходит. Ура, наш человек, лучше кирпичей взять. Ваша честь, ну я тогда, Ваша честь, принял решение на себя, командирская приказала, капитан, берем три вещи и едем на модный приговор. Нас ждут люди. Вы спасли ситуацию, спасибо большое. И вот перед нами акушер-гинеколог Ирина Яковенко в своем первом выходе. Подарок для мужа на 23 февраля. Ирочка, вы как-то робко шагаете по подиуму, как будто вы не можете отойти, наверное, от того случая, который с вами стрясся в магазине. Конечно. Что случилось? У меня началась истерика, поднялось давление, перемирила 58 платьев. Ой-ой-ой, это же целая работа. Выбрала себе несколько комплектов брюк. Ну, муж категорически сказал, что мы должны уйти в платье. Правильно. Это вот единственное, которое более-менее село. Скажите, пожалуйста, что для вас легче, Ирочка, роды принимать или платье выбирать? Ой, конечно, роды принимать. Ясно. Давайте выслушаем мнение нашего независимого эксперта. Алексей Кворостян, певец. Знаете, во-первых, хочу под аплодисменты залов сказать, что вы просто прекрасная пара. Это правда. Вот по-настоящему прекрасная. И я вот всю программу сейчас, с самого начала, я прям сижу, улыбаюсь. Вот по-настоящему, вот такие вот вы позитивные и такие вы добрые. Я убежден, что сегодня, так сказать, в заключительной части этой передачи, этой программы, русалка вновь превратится в ту же самую богиню, которую вы сегодня здесь упоминали. Уверен. Я тоже уверен в этом. Спасибо вам большое. Ирочка, ступайте переодеваться. Сергей, несмотря на всю ее способность таскать кирпичи и все остальное, по большому счету, мужские работы выполнять, она хрупкая женщина, она внутри девочка-девочка, которая нуждается в защите, в ласке и, конечно, во внимании. И все это сейчас в ваших руках. Спасибо большое. Кавелина, дайте оценку, просим. Знаете, в отношении кирпичей и труб, дорогие дамы, дорогая Ирина, которая сейчас меня наверняка слышит, не хотите их таскать? Не таскайте, вас никто не заставляет. Напоминаю вам об этом. Вы сами любите таскать кирпичи, а потом сами же обвиняете окружающих в том, что у вас такое необычное хобби. Так поменяйте хобби, вышивайте крестом, оставьте кирпичи мужикам, понимаете? И все сразу встанет на свои места. Что же касается этого комплекта, то он был бы просто хорош в случае, если бы Ирина не шла в нем, как на Голгофу. Вы смотрите, она же просто ненавидит этот комплект, себя в этом комплекте, мужик, который заставил ее этот комплект надеть, и модный приговор, который заставил ее выйти в этом комплекте в люди. Спасибо. У нас сейчас второй выход Ирины Яковенко. Наряд для себя любимый. Пожалуйста. Ирочка, а мне понравилась блузочка. В ней я увидел какие-то мотивы детства, мотивы Мелитополя. Правда? Да, веселенькая. Да, веселенькая, цветочный принц сейчас актуал. Да, ни одна я в лугу кувыркалась. Правильно? Да, в поле с цветами. Вы знаете, опять брюки. Да. Опять кофточка. Пусть она и цветастая. А если бы брюки были с таким же орнаментом, представляете? Это был бы вообще отпад. Почему? Это пижамный стиль, который очень моден. Модный пижамный стиль. Очень модный. Вы знаете, мне, честно говоря, вот эта вот вся история сегодняшняя, она мне кое-что немножко напоминает. Хотелось бы такую небольшую тоже ремарушку сделать. У меня папа военный. Прямо вот военный-военный. А мама у меня медицинский работник. Да. Похожая семья. В общем, я знаю, что сегодня хорошее с вами сделано. Потому что, вот честно, я сейчас на вас смотрю, у вас даже один в один цвет волос замечательный, как у моей мамы. Правда? Спасибо. Я знаю, что вы сегодня в конце передачи, я прямо уже жду не дождусь, я очень хочу посмотреть, что будет. Вы уж простите меня, что я так сразу вперед забегаю, да? Но я знаю, что сегодня вы отсюда идете просто королевой. Оставайтесь с нами, Алексей. Спасибо. Дорогая, ступайте переодеваться. Ну, а сейчас мнение Надежды Бабкиной. Согласна. Возможен такой вариант. Тогда ей надо научиться, если она ссылается все время на фигуру, да, ну, как-то так до середины бедра удлинять. И, может быть, это будет краше. Просто она не знает, она никогда не сталкивалась, судя по всему, с тенденциями моды. Потому что у нее задача построить дом, сохранить этот очаг, а не полюбить себя. И Сергей сейчас направляет ее, подталкивает, оцени себя, обрати внимание на себя, научись себя оценить, научись себя любить, а мы тебя подхватим. А она про это пока не слышит. Именно так. Она всю жизнь положила и любила, и заботилась о сыне, заботилась о муже, несмотря на всю его там службу там и так далее, постоянное отсутствие. Сейчас наступил, у нас сын вырос, слава богу, мы, так сказать, ну, как бы, муж тоже на пенсию вышел, военный пенсионер. Да, в другом, в другом. Настало время, Елена, полюбить себя. Совершенно верно. Конечно. Спасибо, спасибо. Присаживайтесь. Елена, вам слово. Очень симпатичная фактура вышивки. Удивительно даже для готовой вещи. И я уверена, что в такой коллекции можно найти вариатив. Потому что, если уж запускается вышивка, то точно не на один объект в этой коллекции. Я бы рекомендовала нашей героине обратить внимание на платье из такой ткани. Потому что, действительно, удачный вариант. Спасибо большое. Ну, а сейчас третий выход нашей героини. Наряд к юбилею. Пожалуйста, Ирина, на подиум. Ирина, чем вам понравилось это платье-трапеция? С мотивами разноцветных тюльпанчиков. Ну, конечно, оно для юбилея не подходит. Правильно. Но так скрадывает хотя бы дефекты фигуры. Просто репетиция перед юбилеем. А у вас никаких дефектов нет. У вас только-только качество. Выслушаем сейчас Алексея. Пожалуйста. Алексей Хворостян. Я хочу сказать, что вы, как человек, еще плюс ко всему, который вот первый, можно сказать, на руки принимает жизнь, новую жизнь на этой планете. Вы достойны, действительно, очень-очень многого и абсолютно точно гораздо большего, нежели сейчас. Да? Поэтому я продолжаю ждать преображения. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемый суд, открываю для вас самую страшную свою военную тайну. Какую? В глубине души я был не против брючных костюмов Ирины. Потому что, чтобы никакой ему там генерал не отбил мою любимую самую русалку. Вот кто подсадил вас на брюки, а. Казить нельзя обмиловать. Конечно, вот ты у меня, вот. А я, скрипя сердце, отправляю вас сейчас в волшебную комнату стилистов. Я очень волнуюсь за них. Пожалуйста, не обижайте их. Ой, боже мой, как же справятся наши стилисты с Ириной. Узнаем через несколько минут. Будьте всегда только с нами. Не переключайтесь. Оставайтесь на «Модном приговоре». Встречайте наш специальный весенний проект. Смотрите «Модный приговор» не только на экране, но и на журнальных страницах. Главный цвет номера – красный. Как носить и с чем сочетать в одежде и косметике. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, как русалка своего мужа в лешего превратила. Итак, Ирина Яковенко побывала в руках у наших стилистов. Они преобразили ее, а мы ее поддержим бурными аплодисментами. Ирина, выходите на подиум. Наряд к 23 февраля. Севраля. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ирочка, наши стилисты все живы. Скажите, или вы дрались там? Нет, стилисты живы. Вы русалка? Пока не понимаю, кто я и что. Сергей-то уже не леший, где борода? АПЛОДИСМЕНТЫ Моя любимая русалка, ты благодаря суперспециалистам модного приговора превратилась в русалку на более высоком уровне. Хватит носить кирпичи. Надо носить бриллианты. Боже ты мой! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это да. АПЛОДИСМЕНТЫ Красота! Ира, поздравляю! Спасибо, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, Сергей сдержал слово, и он у вас большой молодец. Да, он молодец. Побрился, переоделся, постригся, костюм надел. Все для вас, дорогая. За это и держу. Еще и с бриллиантами пришел. Молодец. Ирочка, хоть один раз в году уступай ему, хотя бы 23 февраля. Один раз. Идите переодеваться. Александр Александрович, я как представитель российской армии не могу не подарить цветы самым красивым, самым модным, самым обаятельным ведущим программы «Модный приговор». Боже мой, какие прекрасные цикламены. Посмотрите, что он придумал, а! Велина, спасибо вам большое! Спасибо вам большое! Вот это красиво! Благодарю вас, Сергей! Я вас даже не узнала. Вы такой красавец, без бороденки-то. Красиво, оригинально, замечательно. Надежда, что вы скажете? Я скажу, что я в восторге. Просто в восторге и все. Настоящий полковник. Возможно, вы меня не поймете, но зато меня точно поймет сын Сергея Ирины Петр, потому что он парень модный. Я вот сразу вижу. Мне жалко бороду вашего отца. Понимаете, красивая была борода, такая модная. Она отрастет. Она отрастет. Было бы желание. Борода вырастет. Алексей Кворостян, вы остались с нами до конца, чтобы увидеть это магическое преображение. Ну, что скажете? Я не мог не остаться. Это однозначно. Я могу только одно сказать. Я скажу сейчас очень кратко. Вообще огонь. Знаете, вот сейчас есть такая правда. Огонь. 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 Правда. Ну, а сейчас второй выход Ирины. Ее наряд для себя, любимый. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ирочка, по лицу, видишь, вам не нравится. Ну, мне как-то не нравится прическа. Мне кажется, она меня еще больше старит. Я бы сказал, что вы выглядите здесь на 45. Да, конечно. А сейчас выслушаем мнение сына Пети. АПЛОДИСМЕНТЫ Мамочка, это тебе. Ты выглядишь, правда, на 15 или на 20 лет моложе. Пап, ты не соответствуешь. Тебе придется меняться. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей, может быть, вы поддержите. Скажите Ире, она не верит, что она помолодела. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, я могу честно сказать, если бы я точно знал, что я не получу, я бы сейчас сказал, девушка, можно ли с вами познакомиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина, чтобы Алексей не получил ступать в переодеваться. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня, перед 23 февраля, нам посчастливилось познакомиться. С настоящей офицерской семьей. Основное качество этой семьи – верность, но, дорогие мои друзья, Любимые военные и любимые жены военных, Верность родине – да, верность семье – да, верность мужу, жене – да, Но верность прически каскад – нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Третий выход Ирины. Наряд для 60-летия. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ирочка, у вас такое сейчас серьезное выражение лица. Что вы хотите сейчас сказать? Я хочу сказать, что стилисты поработали великолепно. Мне очень нравится одежда. Я бы никогда в жизни не подобрала себе такое платье. Или вот предыдущий выход, я бы не рискнула просто. Конечно. Она уже давно сформировала все себе. И вдруг на тебе ломать. И испугалась. Вы не можете. Ира, ты не можешь испугаться. Потому что ты принимаешь на свет новые жизни. Просто ты не можешь. Не имеешь права. Да не имеешь права. Потому что смелая, решительная. Всегда в экстремальной ситуации. Потому что новая жизнь появляется собственно в твоих руках. Поэтому и сейчас появилась новая жизнь в новых нарядах. Вы же врач. При этом вы врач особой специализации. Специализации, которая не принимает на веру все вот эти вот многочисленные медикаментозные новинки, а использует только хорошо проверенные средства, которые могут принести только добро, только позитив, только здоровье. Вот поверьте, мы тоже, и наши прихмахеры, и наши визажисты, и наши стилисты, используем только те новинки, которые принесут плюс, а не минус. Вы уничтожите весь свой предыдущий гардероб и разорите мужа. Предстоит шоппинг. Спасибо большое. Ну а мы подходим к финалу нашей праздничной и очень необычной программы. Дворецкие, привезите вещи на подиум, а вы, господа офицеры, подойдите, пожалуйста, ко мне. Ирочка, я вас поздравляю от души. Что бы вы хотели взять? Те прекрасные вещички справа, либо вещи от стилистов слева? Нет, безусловно, вещи от стилистов. Ура! Я думаю, что наши зрители это поняли. Ну и прошу вас приступать к голосованию. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok от программы «Модный приговор» к вашему 60-летию. И, конечно же, в канун вашего профессионального праздника 23 февраля. И в честь вашего дня рождения программу «Модный приговор» и Алексей Коворостян дарит вам цветы. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы очень-очень красивы. Вот честное слово. Прям вот очень-очень-очень-очень. Я вас прям поздравляю. Прям приятно. И вас поздравляю. Вы большой-большой молодец. Большой-большой молодец. Прям очень-очень. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, а если вы точно так же, как Ирина Яковенко, акушер-гинеколог из Мелитополя, захотите стать участником «Модного суда», поскорее заполняйте анкету на сайте «Первого канала» «Мода.1дв.ру» Сегодняшнее заседание «Модного суда», праздничного суда. Я объявляю закрытым. С вами прощаемся. До скорого!